Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мой парень сошёл с ума, не знаю, как иначе сказать. Недавно начала ссориться, говорить ему, говорить, что ему всё равно на меня. Полтора года, никак не может приехать, всегда дела, орёт часто, запреты, контроль. Начала говорить, что ему ничего не важно, кроме себя. Ты постоянно только всё тянет, и тянет, только мне всё одно и надо. Так вот, он мне сказал, ты меня вывела окончательно. Потом, не говори, что я прошёл по-хорошему, сама решила по-плохому. Сказал, что всё моё ближнее окружение будет страдать. И думать, как раскрыти все проблемы, и что на всех у него есть компромат. Я сказал, не надо причинять боль другим, я же тебе всё говорю, а не о них. Он сказал, я не буду причинять боль, кто для меня важнее, а они должны получить наказание, потому что лезли в наши отношения. Я сказал, что не смогу общаться с жестоким человеком, он сказал, это справедливо. Ты сказал, да, так и слова, как, я не буду общаться, прекращу общаться, буду молчать. Он делает ещё хуже, если будет такое что-то. Как с этим бороться и всё наладить? В общем-то, с чем бороться и что наладить, наверное, надо бы как-то уточнить. То есть, что именно вы хотите наладить и с чем именно вы хотите бороться. То есть, я бы в этот момент как-то для начала хотел бы, наверное, прояснить, потому что мне это не совсем очевидно. То есть, одно дело, если вы хотите гармонизировать отношения, вот, в таком случае я бы сказал, что нужно менять вашу модель поведения в этих отношениях, потому что, ну, пожалуй, то, что происходит сейчас, это как-то вот вы говорите, что ваш парень сошёл с ума, а я думаю, что, может быть, он и сошёл с ума, но поскольку отношения строят двое людей, то я думаю, что какая-никакая ваша ответственность в том, что происходит, тоже есть. И то, что вы, в общем-то, по сути, прямым текстом говорите, что начали ссориться, вот, то, что вы прям вот прямым текстом это говорите. Вот, ну, на мой взгляд, это как-то говорит само за себя. Да. Вот. Поэтому давайте сначала разберёмся с тем, что вы своему молодому человеку, да, предъявляете, по сути. То есть вы ему предъявляете то, что он вас контролирует, вы ему предъявляете то, что он много чего вам запрещает, вы ему предъявляете какие-то такие вещи, да, по сути. Вот. А так было всегда? Или только вот, ну, началось, началось после какого-то этапа? То есть, ну, человек, он совершенно очевидно, что он такой вот достаточно, ну, авторитарный, что ли, да, то есть как-то вот склонен к тому, чтобы контролировать, склонен к тому, чтобы вот как-то быть в позиции над и так далее, да? А как вы к этому относитесь, если вам это не нравится, например, что мотивирует вас терпеть, что даёт, условно говоря, что даёт основание думать, что он изменится, что даёт основание, ну, предполагать, что он будет вести себя по-другому как-то, вот. Вот такие какие-то вопросы здесь возникают, да, и очень, очень, конечно, хотелось бы, чтобы вы на них постарались ответить. Дальше вы говорите, что вы начали ссориться, что, в общем-то, подразумевает то, что вы находились, ну, не знаю, находились или находитесь в таком состоянии, ну, скажем так, расстроенном, если можно так, ну, выразиться, вот, то есть вы в расстроенном состоянии. Вы обвиняете в этом своего молодого человека, который, в общем-то, продвигает свою достаточно чёткую позицию, вот. То есть к его позиции можно как-то вот по-разному относиться, да, к его позиции можно... Его позицию можно по-разному воспринимать, но... то, что нам у него достаточно чётко, я думаю, что вряд ли вы с этим будете спорить. Ну, вот, то есть, на мой взгляд, отрицать это, ну, несколько бесполезно. Конечно, этот вопрос решать вам, но, на мой взгляд, не имеет смысла отрицать. Так вот, вы ждёте его, получается, полтора года. Что вас мотивирует это делать? Вот. Возможно, вы скажете что-то, что, ну, что-то вроде того, что вы его любите, например. Вот. Тогда имеет смысл, наверное, рассмотреть более подробно то, что вы понимаете под любовью, что такое любовь. Ну, вот, в вашем, в вашем случае, в вашем понимании, да, что вы понимаете под, ну, под любовью, вот. Что для вас такое любовь, вот, и любовь ли, если вы, условно говоря, ну, как-то несчастливы, несчастливы с человеком, как-то, вот, не устраивает вас то, что он делает, как он себя ведёт и так далее. Вот. По сути, мужчина вам угрожает. По сути, мужчина вам прямо говорит о том, что собирается, там, наказывать кого-то, да, собирается, там, значит, ну, что-то делать, вот. Вот. И вопрос здесь заключается в том, как вы ко всему этому относитесь. То есть вы, говоря про то, что хотите с этим бороться и хотите всё наладить, вы, говоря об этом, подразумеваете какую-то, ну, не знаю, перспективу его переделать, перспективу его поменять, вот. Что вы имеете в виду, говоря о том, что хотите всё, всё наладить? А если мужчине, вот, допустим, ну, невыгодно, чтобы всё наладивалось, что тогда? Понимаете, да? Поэтому давайте, вот, мы с вами начнём с ваших чувств к человеку, к человеку. Что между вами общего, что вас объединяет, что вас связывает. Вот. Вот давайте вот начнём с этого. Давайте начнём. Ну, попробуем, попробуем начать с вами вот с этого, с этих моментов. А дальше уже, я думаю, можно будет посмотреть, в какую сторону вы, ну, хотели бы, хотели бы двигаться, вот. В какую сторону, куда вы хотели бы двигаться, да? А как бы вы хотели двигаться? И так далее. То есть вот это, как мне видится, было бы интересно. Вот. По поводу того, что в целом вообще происходит между вами, то, ну, лично мне показалось, что у вас давно, давно достаточно взреет, либо взрел, либо взреет конфликт. То есть это, что-то вроде такого, знаете, взаимного, ну, взаимного неудовольствия друг другом. Понимаете, да? Когда, ну, вот, люди просто вот взаимно друг другом недовольны. И это сейчас, как мне, как мне кажется, да, это сейчас просто вылилось вот в, эм, ну, вот в такую, в такую можно сказать, что ссору. В такую можно сказать, что, ну, конфликт. Вот. Понимаете? И все. В общем-то. Поэтому я не думаю, что если вы, например, оставите человека сейчас в покое, да, не думаю, что он обязательно сделает. То есть если вы хотите как-то постараться минимализировать какие-то последствия его действия, то вам нужно, наверное, оставить его на некоторое время, да, не злить его, вот, и так далее. Но определиться с тем, хотите ли вы быть вот таким человеком, вот, хотите ли вы как-то вот связывать свою жизнь с таким человеком, который может позволить себе такие слова и так далее. вы сказали, что не сможете жить с жестоким человеком. это навело меня на определенную мысль о том, что, возможно, вы его не знаете. Вот. Это навело меня на определенную мысль о том, что, насколько вы его хорошо знаете. И насколько вы хорошо знаете себя, потому что мужчина достаточно агрессивно себя ведет и доминарно и насколько вам в этом хорошо. Уверены ли вы в том, что находитесь в этих отношениях, принимая в этих отношениях, принимая его таким, как он есть, а не надеясь, ожидая, что он, например, ну, допустим, как-то изменится. Потому что я бы сказал, что исходить здесь желательно из того, что человек может не измениться. Вот. То есть я думаю, что вы будете делать, если он не изменится. Что вы будете делать и как вы будете себя, ну, условно говоря, позиционировать, если он так и будет себя вести. Вот. Вот. На этот вопрос я думаю, думаю, вам нужно себе, конечно, постараться ответить, потому что это очень важный момент. в целом, в целом, если у человека нет мотивации меняться, а насколько я могу судить, ваш мужчина меняться не хочет, если ему не нужно меняться. Вот. Если нет мотивации меняться, то человек не будет меняться. Вот. Поэтому я думаю, что спросите себя, просто готовы ли вы быть вот таким человеком при условии, что он не будет меняться, при условии, что он не захочет меняться, при условии, что ну, вот ему как-то вот ну, просто не знаю, неинтересно. перемены. Вот. И спросите себя также о том, вот как часто бывает так, как часто получается так, что вы например, себя допустим как-то ограничиваете, сдерживаете, как часто вы жертвуете собой и так далее. Ведь вы уже говорите, что вам одно надо. То есть вы уже говорите о том, что чувствуете себя достаточно одинокой в отношениях. И вопрос заключается в том, хорошо ли это для вас. Нет ли у вас ощущения, например, что ну, можно больше и лучше. А вот. В целом, мне показалось, что вы ведете себя как человек, который довольно часто скажем так собой жертву. Мне показалось, что вы ведете себя как человек, который довольно часто себя ну, игнорирует, что ли. И если это так, то крайне желательно, чтобы вы начинали это корректировать, потому что очень часто люди вокруг нас это те, кто отражают нам то, как мы относимся сами к себе. Если вы к себе относитесь не очень хорошо, то сожалею, но и к вам будут относиться тоже не очень хорошо. Вот. если у вас есть основания полагать, что мужчина может на самом деле воплотить свои угрозы в жизнь, то я думаю, что хорошей идеей для вас было бы обратиться в соответствующие правоохранительные органы. Вот. Потому что то, что делает человек является преступлением. преступлением. Вот. И вы, соответственно, имеете право обратиться в правоохранительные органы. Не менее важным моментом является то, что по описанию вашего текста я бы сказал к моему большому сожалению, что вероятно вы находитесь в позиции жертвы, когда вы смотрите на человека и как будто бы вот все в вашей жизни зависит только от него от его действий. Вот. На мой взгляд подобное является совершенно недопустимым. Недопустимым является в отношениях быть счастливым, потому что так вы ну вот в прямом смысле этого слова полностью зависите от того, кто рядом с вами. а он знает это ну к сожалению довольно легко может этим пользоваться. Чем они пользуются? Полагаю, что прочно вас к тебе провязали. Вот. и здесь много вот к моему большому сожалению много очень много построено на самообману. то есть вы довольно часто себя обманываете. Вот. И делаете вещи, которые вам не нравятся ради чего-то. Ну зачастую эти вещи делаются потому, что человек хочет чего-то. Хочет чего-то. вот. То есть это можно ну можно хотеть разных моментов да, хотеть там допустим ну не знаю можно хотеть семью вот ну вот вы можете хотеть например семью да вы вот с человеком можете быть как раз потому что вам бы хотелось отношений пострадав и так далее вот и вы стремление к этому не особо замечали что же происходит вот ну грубо говоря ваше жизнь вот ваше жизни вот произошло то что вы ну получается подчинили свою жизнь ну вот мужчине спасать вот и насколько для вас это хорошо вот в чем заключается вопрос насколько вы в этом счастливы понимаете действительно есть люди которые готовы готовы спать готовы ну подчиняться вот я не вижу в этом прямо таки обязательно что-то плохое вопрос заключается в другом вопрос заключается в том счастливы 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 ли вы в этом и ваш текст это как раз таки про несчастливы обратите внимание что даже в своем сообщении вы хотите как бы поменять человека вы хотите его как бы вы спрашиваете как бы про него вот вы интересуетесь им к большому моему сожалению но интересоваться вам нужно не им а собой и тогда он начнет интересоваться вами понимаете то есть иными словами вам нужно учиться быть для самой себя интересным я не буду врать и говорить что это просто сделать это не совсем просто сделать если особенно вы ну допустим никогда так не поступали но психолог может вас этому научить хотите ли вы готовы ли вы вот если ваши отношения являются созависимыми это можно проверить потому насколько вы например могли бы друг без друга насколько стерты между вами личные границы ну вот судя по тому что вы описываете они стерты так вот если у вас созависимые отношения то скорее всего человек ничего не сделает скорее всего скорее всего мужчина ничего не сделает потому что сделать это он понимает что может вас потерять скорее всего его слова это просто угроза но это не отменяет ни в коем случае не отменяет того факта что созависимые отношения являются деструктивными и вредят и мешают и мешают ну человеку быть самим собой вот поэтому решать конечно вам я рекомендую поисследовать вам что такое созависимость начать начать с этим работать само собой если вы ну заинтересованы в том чтобы ситуация изменилась на этом все я надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу позволит вам скажем так сформулировать некие базовые постулаты для психотерапевцев своей а вы большая молодец что подняли эту тему и начали говорить об этом вот я думаю что это было нелегко ну для вас вот но это только первый шаг к пути к решению проблемы вот всего вам самого доброго что вы выдавали